Пятый кандидат у нас Кокинос Владимир Сергеевич. Приглашайте. Владимир Сергеевич, добрый день. Прошу. Спасибо. Уважаемый Павел Эдуардович, уважаемые члены конкурсной комиссии, меня зовут Владимир Сергеевич Кокинос, мне 42 года, и я участвую в конкурсе на замещение должности главы администрации Кировского района. Стать главой для меня это не сама цель, главная цель это вывести район на новый уровень развития, сделать все, что в моих силах, чтобы район развился и самое главное принести пользу людям, которые здесь живут. С вашего позволения расскажу немного о себе. Крым является моей исторической родиной, здесь жили мой прадед, дед, отец. К сожалению, дед и отец в 1944 году ввиду греческого происхождения были вынуждены переехать в Среднюю Азию, поэтому я родился и вырос в Казахстане, в сельской местности. В 1991 году закончил золотую медалью среднюю школу и уехал на учебу в Самару. В 1996 году успешно завершил обучение в Самарском государственном архитектурно-строительном институте, к тому времени он уже назывался Академией, и получил специальность промышленное и гражданское строительство. В 2009 году прошел в Самарском государственном экономическом университете переподготовку по специальности менеджмент в рамках федеральной президентской программы подготовки управленческих кадров. И в рамках этой программы в 2010 году прошел месячную стажировку в Германии на лидирующих предприятиях, таких как БМВ Люфтганца. Имею широкий управленческий опыт и раньше являлся директором четырех компаний, которые организовал с нуля, развил и вывел на высокий конкурентный уровень. После присоединения Крыма к Российской Федерации принял решение вернуться на историческую родину. Вернуться всерьез и насовсем. В марте 2016 года решением Первомайского районного совета был назначен на должность главного редактора Первомайской районной газеты «Крым вперед». Первое, что я сделал, это организовал ее выпуски в цветном исполнении. И газета впервые за 81 год своего существования вышла цветной. Сотни читателей смогли увидеть себя на цветных фотографиях. И это, в общем-то, для района большое достижение. Также в процессе работы со мной выстроены безукоризненные взаимоотношения с администрацией Первомайского района, со всеми государственными структурами, органами власти. Ежедельно присутствую, еженедельно присутствую на совещаниях, которые проводит глава нашего муниципального образования, а также на аппаратных совещаниях администрации. Хорошо изучил и знаю специфику данных органов. Два месяца назад в целях развития экономических отношений между Республикой Крым и Самарской области я обратился к губернатору Самарской области с предложением организовать в Симферополе выставку промышленного потенциала Самарской области. Губернатор Самарской области мое предложение поддержал, и на следующий год такая выставка запланирована. Не так давно, с аналогичным предложением, я обратился в Республику Казахстан. Также, чтобы Казахстан представил свои лидирующие предприятия у нас в Симферополе, мое предложение находится в данный момент на рассмотрении правительства Казахстана. Далее самое интересное. 31 марта я участвовал в конкурсе на замещение должности главы администрации Бахчисарайского района. Выиграл действующий первый заместитель. 22 июня я участвовал в конкурсе на замещение должности главы администрации города Красноперекопска. Выиграл действующий депутат городского совета. 27 сентября я участвовал в конкурсе на замещение должности главы администрации Джанкойского района. Выиграл действующий первый заместитель. Поэтому, уважаемые члены конкурсной комиссии, должен официально заметить, что у действующих работников администрации, глав сельских поселений, действующих депутатов, априори, шансов победить в данном конкурсе больше. Я понимаю, что для Кировского района я являюсь пока человеком неизвестным, но я вернулся на историческую родину. Весь Крым это моя родина и каждый квадратный метр ее земли для меня родной. И не имеет значения, где я живу, в Кировском районе, в Первомайском, в Бочисарайском. Я хочу принести пользу району и каждому человеку, который здесь живет. Я являюсь опытным управленцем высокого класса, который может наладить структуру и какой-то компании, и администрации, и сельского поселения, и районного, и городскую администрацию, и даже министерство. Многие скажут, что я слишком много о себе возомнил, но я это знаю. Меня этому учили на президентской программе. Это государственная программа. Когда-то Борис Николаевич Ельцин ее запустил. Для чего? Для того, чтобы страна готовила управленцев, которые принесут потом Российской Федерации в пользу. Теперь, в моем видении, развитие Кировского района. Мною будет проанализирована вся деятельность бывшего главы администрации. То, что хорошее им сделано, оно останется и будет только развиваться. За что ему спасибо. Я уверен, что этот человек многое сделал для района хорошего. Возможно, будут выявлены какие-то недостатки. В работе любого руководителя это нормально. Поэтому я буду их корректировать и исправлять. Будет произведен аудит земельных угодий, например, неиспользования. Задача сделать так, чтобы вся земля работала, использовалась и приносила пользу и району, и людям. В этих целях нужно стремиться повышать урожайность, применяя новые технологии. Нужно плотно работать с Министерством сельского хозяйства, научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крыма. Я это буду делать. Когда я говорю «я», это подразумеваю себя как главу администрации и команду нашей администрации. Дальше. Будут проанализированы существующие инвестиционные площадки, а также создаваться новые. Мне удалось заручиться поддержкой одного из самых успешных в Российской Федерации регионов в плане инвестиций. Это Павел Эдуардович знает. Это Калужская область. Они обещали мне информационную поддержку оказать, то есть научить, как правильно работать с инвесторами, как их привлекать, как выстраивать с ними взаимодействие. Они помогут. Дальше. На сайте администрации Кировского района в разделе «О районе» указано, что Кировский район является территорией терра-инкогнито. И о существующих достопримечательностях мало кто знает. Уверен, что данную ситуацию не только нужно, но и можно изменить. Поэтому администрация должна сделать все для того, чтобы в данный район привлекать туристов. Будет проведена всесторонняя кропотливая работа по вопросу увеличения налоговых поступлений в бюджет. Это также кропотливая всесторонняя работа совместно с органами налоговой инспекции. Кроме этого, хотелось бы обратить внимание, это давний вопрос, который меня беспокоит всегда, это повышение уровня безопасности дорожного движения. Потому что, согласно нашему законодательству, если в населенном пути движение разрешено со скоростью 60 км, то водители, превышая ее на 20 км в час, ничего не нарушают. Поэтому ничего не мешает ограничить скорость движения в населенном пути до 40 км. С таким расчетом, что водитель превысит на разрешенные 20 км и будет ехать со скоростью 60 км. Это безопасность детей, стариков, да и, в принципе, и молодежи. Дальше. С целью улучшения взаимодействия с населением и решения проблем непосредственно жителей будут проводиться регулярные совещания на местах. Потому что часто бывает так, что администрация не доезжает до каких-то далеких сел, и люди не знают и не работу администрации, и как бы их вопросы висят в воздухе и не решается. Я лично объеду все 12 сельских поселений и все 39 населенных пунктов плюс городское поселение Старый Крым. Пообщаюсь с людьми и посмотрю на все своими глазами и приму четкие, конкретные управленческие решения. Люди будут работать с администрацией плотно, администрация их услышит, они будут услышаны, и их проблемы будут решаться. Это я гарантирую. Это только 7 основных вопросов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Также под особым контролем, даже, можно сказать, особеннейшим контролем, будет находиться выполнение распоряжения главы Крыма Сергея Валерьевича Аксенова. Сфера ЖКХ, здравоохранения, воспитания подрастающего поколения, весь спектр социальных вопросов и многие другие. Могу у вас заверить, уважаемые члены конкурсной комиссии, что работа главы администрации и всех сотрудников будет выставлена четко, слаженно и эффективно, чтобы озвученная мной цель вывести Кировский район на новый уровень развития была выполнена не только в полной мере, но и в достаточно короткие сроки. Поэтому благодарю вас за внимание и готов ответить на все ваши вопросы. Спасибо, Владимир Сергеевич, за подробное изложение, я бы так сказал, вашей жизненной доктрины. Какие вопросы у членов комиссии? Спасибо, Павел Дарвинович. Владимир Сергеевич, скажите, пожалуйста, какие вам известны конституционные обязанности человека и гражданина Российской Федерации? Конституционные обязанности человека и гражданина Российской Федерации, они прописаны в Конституции Российской Федерации, согласно которой гражданин должен исполнять законы, должен платить налоги, должен, так сказать, служить в армии, встать в случае необходимости на защиту Отечества, сохранять окружающую среду. Вот это основные. Благодарю вас. Спасибо за вопрос. Владимир Сергеевич, пишите, пожалуйста, исполнительную власть в Республике Крым. Исполнительная власть в Республике Крым, она представлена, значит, во-первых, глава исполнительной власти, это глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, совет министров, он же является правительством Республики Крым, министерства, под ведомственной в министерстве, так сказать, структурой. Спасибо. Спасибо за вопрос. Владимир Сергеевич, одним из таких центральных понятий в антикоррупционном законодательстве является понятие урегулирования конфликта интересов. Расскажите, пожалуйста, каким образом урегулируется конфликт интересов на муниципальный суд? Спасибо за вопрос, Алексей Викторович. Да, я согласен с вами в полной мере. Конфликт интересов, это понятие было прописано в закон о противодействии коррупции. Оно предполагает собой, что может возникнуть ситуация у муниципального служащего, государственного служащего, когда возникнет противоречие между полноценным исполнением своих обязанностей и личной заинтересованностью, которая может быть выражена прямо или косвенно. Если такая ситуация возникает, то муниципальный служащий обязан написать своему руководителю, нанимателю, письмо, где изложить эту проблему. В данном случае наниматель должен принять решение по недопущению конфликта интересов. То есть, грубо говоря, перевести, если подчинение существует родственник, то его можно перевести в другой отдел, где он не будет в спектре деятельности. Ну, в крайнем случае, даже можно, так сказать, и увольняют. Совершенно верно. Спасибо. Владимир Сергеевич, я хочу вам задать вопрос по муниципальной службе прохождения. Перечислите, пожалуйста, основные обязанности муниципального служащего. Спасибо за вопрос, Анна Александровна. Основными обязанностями муниципального служащего являются соблюдение, во-первых, Конституции Российской Федерации, Во-вторых, закона о муниципальной службе Российской Федерации, закона о муниципальной службе Республики Крым, соблюдение условий, требований устава, нормативно-правых актов. Значит, кроме этого, муниципальный служащий должен выстраивать свою работу на принципах открытости, непредвзятости, высокой компетентности. Он должен стараться свой уровень повышать, то есть заниматься самым образованием. Вот, это если вкратце, а так могу и более детальнее. Владимир Сергеевич, у меня вопрос в рамках 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Скажите, ну, это несложный вопрос, но из таких вопросов, назовите сроки рассмотрения письменного обращения. Спасибо, Николай Викторович. Сроки рассмотрения письменного обращения. Значит, если на поступившее письменное от гражданина или от группы лиц, если на их обращение можно дать ответ незамедлительно, то это ограничено 15 календарными днями. Но, если ответ на обращение не может быть дан незамедлительно, тогда сроки ограничены 30 календарными днями. Более того, если для того, чтобы выяснить более детально вопрос, с которым обратился гражданин, требуется дополнительный запрос информации, дополнительная проработка, то это письмо будет переадресовано в какую-то, ну, так скажем, в отдел или еще куда-то в структуру. И тогда срок удлиняется еще на 30 дней. О том, что письмо перенаправлено куда-то в другое место, гражданин официально уведомляется. Спасибо. Спасибо. Какие, коллеги, есть еще вопросы к Владимиру Сергеевичу? Спасибо. Владимир Сергеевич, спасибо. А тем не менее, хотел бы отметить следующее, что в отношении вашей позиции, что априори побеждает тот, кто работал в районе, скажем, либо в субъекте, Практика, во всяком случае в Российской Федерации, имеет много свидетельств как раз об обратном. Поэтому жизненная доктрина, она, безусловно, важна. И полагаю, что будущее как раз подтвердит то, что терпение прежде всего приведет вас и других кандидатов. К принятию правильных решений. Спасибо. Владимир Сергеевич, спасибо вам, так сказать, за ваш ответ. Но я хотел бы, если позволите, буквально одну минуту. Мне вопросы не задавались, спасибо. Могу одну минуту буквально? Да, конечно. Здесь, понимаете, я что хотел сказать. Почему я сказал априори? Ну, как бы, получается так. Почему? Люди, они просто работают здесь. Они вертятся, как бы, так сказать, принимают участие во всех событиях. Они в курсе. Я приехал в этот район, может быть, о каких-то нюансах не знаю. Но, учитывая мой высокий уровень коммуникабельности, мою энергичность и желание работать, я быстро, так сказать, войду в курс всех дел и буду работать не только эффективно. Я вас уверяю, я спустя год, спустя год, буду один из лучших глав муниципальных образований. А муниципальное образование под моим руководством спустя полтора-два года будет одним из лучших муниципальных образований Республики Крыма. Я уверен в этом на 100%. Поэтому и вас, и всех других всегда просил дать мне этот шанс себя реализовать. Спасибо вам большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас есть краткое время поблагодарить конкурсантов, наверное, за участие в собеседовании. Безусловно. Пригласить? Давайте. Спасибо. 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 Хорошо. Тогда, уважаемые коллеги, давайте мы обменяемся мнениями в этом отношении. Полагаю, что продемонстрировали участники конкурса разные знания, подходы. Как я уже отметил, один из кандидатов представил, скажем так, некую жизненную доктрину, которая, по его мнению, обеспечит ему наиболее успешные подходы в управлениях. Вместе с тем, каждый из кандидатов имеет достойную ответственную работу. Полагаю, что результаты конкурса никого не обескуражат, и они будут продолжать достойно исполнять свои служебные обязанности. Вместе с тем, необходимо обсудить предложения кандидатов, их, скажем так, как потенциальные возможности в плане обеспечения администрирования, взаимодействия с людьми. Наиболее сложный участок в системе государственного, я подчеркиваю, управления, это именно муниципальное. И если послушать сегодня, на мой взгляд, наших кандидатов сегодня, то мы с вами можем сделать некую совокупность взглядов, которая в концентрированном виде должна быть некой программой. Однако, не у каждого кандидата есть потенциал возможности, а главным образом терпения, и я бы еще сказал для служащего, усердие, о котором мы часто забываем, усердие обеспечить эту работу. Предлагаю членам конкурсной комиссии в этой связи обменяться мнением. Прошу, коллеги. Мы должны, наверное, средства массовые у нас отпущены, да? У нас, скажем так, сейчас публичное обсуждение проходит в таком... Разрешите я? Да. Вы знаете, действительно, как вы отметили, достаточно разные кандидатуры по отношению, по выступлению, по подготовке, по практике, возрастной, все было по-разному. Ну, допустим, я со своей стороны вижу, были замечания у нас, у консультантов и претензии, я житель местного района. Я лично отметил, что местные гораздо конкретнее знают проблемами безусловно, четко, конкретно, взвешено, подход к решению проблеми, не просто, вот комплексные решения сказали, проблемы все известны, секретов, что у них никакого нет, и мы каждый, и СМИ объявляют, и общественники несут жизнь, но, допустим, представители Кировского района действительно актуально их раскрывают, действительно актуально, и вот поэтому здесь, как бы здесь такое ярко выраженное превосходство местных, потому что люди изнутри знают вопросы. Я неспроста одному из кандидатов Владимиру Сергеевичу Кокину сюда отметил, что априори это как-то заранее предрешено. Нет, безусловно. Все зависит, безусловно, от личных качеств, но на мой взгляд муниципальное образование тот сложный механизм, который завязан на очень сложные нормативные процедуры, которые включают в себя прежде всего обеспечение социальных гарантий жителям. Любая наша с вами программа, будь то федеральная, целевая, республиканская, она прежде всего направлена на социально-экономическое развитие муниципалитета и поселения. безусловно, мне очевидно, что Кировский район сумел за истекшие три с половиной года подготовить и выдвинуть вполне достойные кадры, которые работают на очень тяжелых участках главами местных поселений. это очень тяжелый участок, где федеральным и республиканским законодательством даны огромные полномочия и огромная ответственность при минимальном по сути либо отсутствии какого-либо административного аппарата. и это очень ценно, что коллеги достойно выполняют свою работу. Это чувствуется, что они вышли с программой не с некими требами, а с пониманием и желанием их решать. У каждого это по-своему. Это вызывает вопрос, я думаю, в другом формате обсудим. А в отношении других кандидатов тоже могу сказать, что безусловно присутствует прежде всего гражданственность. И это нам очень важно. Коллеги, какие еще моменты? Да нет, стоит нам согласиться с тем, что кандидаты в принципе в завершении достойно представили свои программы. Видно, что достойные люди, у всех очень хороший опыт работы, в том числе и в органах местного самоуправления, поэтому выбор и у нас, и у депутатов наверное будет непростым. Да, думаю, да. Думаю, да. Есть предложение прийти по регламенту в голосовом. Значит, уважаемые члены комиссии, уважаемые коллеги из средств массовой информации, нам необходимо по регламенту объявить перерыв для принятия решений, оформления протокольных решений и в соответствии с установленным порядком проводятся в отсутствии представителей средств массовой информации. Благодарим вас за содействие и просим на перерыв и покинуть наше заседание на короткое время, примерно 15-20 минут. Спасибо. Уважаемые коллеги, напоминаю, что сегодня в Кировском районе проходит конкурс на замещение должности главы администрации района. состоялось индивидуальное собеседование с кандидатами. В соответствии с установленным порядком конкурсной комиссии определены два кандидата. Прежде всего хочу поблагодарить членов комиссии за участие в сегодняшнем мероприятии. Спасибо вам, коллеги. Особая благодарность участникам конкурса, кандидатам, которые выразили заинтересованность, готовность работать на трудном поприще в администрации района. Уверен, что все предложения, которые сегодня были, перспективные идеи, безусловно, найдут свое место в конкретных делах районных и республиканских властей. И многим всем из вас будут сделаны предложения и определен формат взаимодействия, сотрудничества. Итак, победители конкурса признаны Янчукова Елена Михайловна 79 баллов и Наумов Виктор Владимирович 67 баллов. Данные кандидаты будут представлены конкурсной комиссией Кировскому районному совету для принятия решения об избрании одного из них на должность главы администрации. Уверен, что депутатский корпус районного совета в ближайшее время выберет достойного и эффективного управленца. Выбор будет непростой, как и был для нас, поверьте, уважаемые кандидаты. Спасибо за работу, желаю всем всего доброго и успехов на вашем ответственном пути. У каждого достойная серьезная работа, требующая ответственности, внимания. Благодарю вас. До скорых встреч. Всего доброго. Спасибо. Спасибо большое.